МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 моего Спасителя я нашел прощение грехов, я нашел свободу, Бог дает мне служение, я могу двигаться в Духе Святом и знать, что за мной стоит огромная сила и власть, и как важно сегодня пользоваться тем помазанием или благословением, которое Бог сегодня дает своим любящим. Я неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленный от гроба, и восшедшие они нашли тело из Господа Иисуса. Когда же в недоумении они об этом вдруг представил пред ним два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказал им, что вы ищете живого среди мертвых, его нет здесь, он воскрес, возлюбленный сегодня этот праздник великих христианствах. Я хочу, чтобы мы сегодня это время, которое мы пришли под покров этого дома, чтобы мы пережили большое благословение, это будет здесь, и Дух Святой сегодня будет здесь, и благодать Божья будет здесь, и тот, кто хочет с ним примириться, будет дана возможность, кто хочет с Иисусом найти личный контакт, кто захочет получить от него прощение, милости, благословения, сегодня будет на этом месте, потому что Бог пришел сюда, чтобы благословлять своих сыновей и дочерей, дать свободу, дать свободу от всякой зависимости, которую получает и верит человек, поэтому для этого сегодня мы пришли на это место, и Слово Божье говорит, Он воскрес, возлюбленный сегодня весь мир, по всем каналам, везде друг другу будет говорить, Христос воскрес, Христос воскрес, и другие, вторая сторона отвечает, воистину воскрес, я хочу, чтобы это воскресение было в нашем сердце особенным, чтобы мы чувствовали, не просто говорили устами, что Христос воскрес, а говорили сердцем, и сердце будет наполнено радостью и благословением, поэтому я хочу вместе с вами отдать это богослужение под его покровительство, под действие Духа Святого, я абсолютно не знаю, как Господь поведет, но я верю, я знаю, кому я доверяю, это богослужение, и я вас приглашаю к молитве, мы молимся, аминь. Слава тебе! Слава, 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 слава тебе! Мы благодарны тебе! О, благословим наш Бог! О, мы благодарим Тебя! И на полный свих вечерей! И на полный свих вечерей! Благодатью Твоей! О, мы благодарны Тебя! Мы благодарны Тебе! И сила Твоего воскресенья проникла в нашу жизнь, и мы сегодня благословены Твоей рукой! Мы благодарны Тебе! Мы благодарны Тебе, Иисус, и сегодня стой среди нас, учи нас, говори к нам и благослови нас! И это богослужение мы отдаем Тебе, великому Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь! Отче наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да принятца в свет Твое, да будет воля Твоя! И на земле, как на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим, и не в бедизом Своих душенья, но избавь нас от лукавого, Ибо Твое и царство, и сила, и слава во веки! Аминь! Отче радостного весть! Послушайте, Христос воскрес! Пусть слава льется до небес, да Он воистину воскрес! Душа от радости ликует, Планета наша торжествует! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Вой истину воскрес! Не плачьте в этот день, друзья, Наполните хвалой и уста, Отдайте вы Ему сердца, И будет радость навсегда! Все два! Продолжение следует... Умирая на кресте, Он думал обо мне. Кровь текла, что взлет грех мой, На себя Он взял всю боль. До конца Он вел войну за жизнь мою. Я заслуживал на свет, Я вознес Его на крест, Но Его любовь смогла Простить меня. Через дивную любовь Я спасен, я исцелен, Он дал всего Себя За тебя и меня. За тебя и меня. За тебя и меня. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. 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 ПЕСНЯ 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 Всех славу отдают он воскрес. Пусть знались о терябе, Он будет открыт для всех небесам. Иисус воскрес! Иисус воскрес! Аллинуя! Иисус воскрес! Аллинуя! Иисус воскрес! Аллинуя! Иисус Воскрес, Аллилуйя! Иисус Воскрес, Аллилуйя! Иисус Воскрес! Я за свой гибритя Моисей Смело говорила, пока в Грузии Мой Бог защитит меня На болезнье нам всем Божий народ На вере, на вере, что придет исход Мой Бог защитит меня Мой Бог, мой Бог Исфа и татахов В долине светлой тени За руку поведет Мой Бог, мой Бог Увидит те друзья Мой Бог защитит меня М世 lend 성ие Вот человек и Светой Закон Когда мне сужиться сердце Он... Мой Бог защитит меня Я отстану мет березно شутклить людей Я пойду книги Богу до смерти моей Мой Бог защитит меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok И, Господи, с радостью, с любовью своей в каждой сердце, в каждой дом, Господь. Потому что ты все стоишь и стучишь, чтобы каждый сегодня открыт эту дверь. Ты радости, чтобы каждый был в бойчик по славе Твою. И мы благодарим Тебя, Господь, и мы благодарим и славим Тебя, потому что Ты достой великой славы. Куда сам, когда я здесь, О-о-о, Бог есть. Слава ему и честь, О-о-о, Он здесь. Сила, слава, вечно Богу, Он для нас пришел с небес. он сейчас на этом месте он сейчас пришел для того что пришел просто решать в нашей жизни просто давили секунду Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя, слава Бог Господь Аллилуйя, Господи пришел для того что пришел для себя для Господца и каждого из нас прошу меня благодарить я побегаю тебя Господи за свою велость и в небо и сегодня, Господи, наши сердца и наши голоса не понимаются в небо словах твоих и Господь и сегодня все ликует и сегодня все поет без скотч обставить крыше Твое Господь слава и благодарность себе Аллилуйя Аллилуйя С неба нападая песнь доделает телем и сегодняшний год grid слава там слава вечно Богу И он для нас пришел с небес мы прославим его имя Умер, но и воскресенье. Убив, Дева, мы поем с тобою. Его имя, Выше всех именов, Семь землею. Убив, Дева, мы поем с тобою. Его имя, Выше всех именов, Семь землею. Его имя, Господи. Ты строишь нас сегодня. Это единство в славе Тебя. Благодарить Тебя, Господи, за все, За все, что происходит в наше счастье, Господи, слава и благодарность Тебе, Господи. Мы благодарим Тебя, Господи, Потому что все, что в нашей жизни происходит, Господи, Ты допускаешь для того, Чтобы изменить нас, Для того, чтобы сделать нас еще лучше, Господь. Чтобы, Господи, потому что мне это, Господи, Ты избрал каждого из нас, И взял свой удел для того, Чтобы все на каждой Был в этом учили, Господь. И я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господи, Что сегодня Ты даешь нам эту любовь и милость, Возвеличить, познать славу и благодарность себе. Потому что Друг Святой, Он трудится в каждом сердце, В каждом доме, Господь. И даже, когда порой будет плать тяжело, Господи, Ты всегда преклонишь, Ты всегда поднимаешь, Ты всегда говоришь о своей милости и любви, Господи. Насколько сильный Ты Бог сегодня, Поднять каждого из каждой души, Господь. И мы благодарны Тебе. Потому что, Господи, Ты не руководный храмов каких-то, А Ты ищи Бог, Ты воскресший, Ты и воскреский смертный, Господи. И сегодня мы благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя, Господи, Что ради каждого из нас, Ты, Господи, достиг того, Чтобы сегодня, Господи, Мы воздали славу и благодарность себе. И я благодарю Тебе, И каждое сердце, Оно было особенно благодарно Тебе на этом месте, Что сегодня, в этот день воскресный, День воскресения Твоего, И, Господи, Ты давал для каждого из нас всё, Чтобы мы возрадовались, И воздавались в сумме, И воздавались славы и благодарность себе. Да будешь Ты подславен в каждом сердце, В каждом доме, В каждой семье, В нашем городе, Господь, Вот на всей земле, Господь, Да будет подславлен Твое святое имя, И, Господи, Господи, Слава и благодарность, Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены. Отче мой, Если возможно, Да минует меня чаша зия, Впрочем, не как я, А чему, как ты. Отче мой, Если не может чаша зия Виновать меня, Чтобы мне не пить её, Да будет воля твоя. Отче мой, Сучья на небесе, Сучья на небесе, Сучья на небесе, Сучья на небесе, Тайное желание, Сердце ты в своём сокрыл, Кто увидит боль твою За вселенную. Цепи ада разорвал, Выкуп смерти заплатил, Время царства твоего, За что твоё пришло. Время царства твоего, Сучья на небесе, 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 Сердце ты в своём сокрыл, Кто увидит боль твою За вселенную. Цепи ада разорвал, Выкуп смерти заплатил, Время царства твоего, Царство твоё пришло. Да будет воля твоя, Да будет слава твоя, Да будет сила твоя, На земле людей, Я твои руки, Господь, Я твои ноги, Господь, Голосом буду твоим, Чтобы царство твоё пришло. Сучья на небесе, Которую ты дал мне, Хочу, чтобы так тебя И они были со мной. Да и нет славы мою, Которую ты дал мне, Потому что возлюбил меня Прежде основанным. Он очень правильный, И мир тебя не познал, А я познал тебя, И сними поздали, Что ты послал меня. И я открою, И имя твоё, Я открою, Да любовь, которую ты возлюбил, Меня, Я открою, Я открою, Я открою, Буду жить, Чтобы исполнить мечту твою, Царство твоё, На земле, Как на небе. Пойное желание, Сердце ты своём сокрыл, Кто увидит боль твою За вселенную. Цепи яда разорвал, Выкуп смерти заплатил, Время царства твоего, Царство твоё пришло, Да будет воля твоя, Да будет слава твоя, Да будет сила твоя, На земле людей. Я твои руки, Господь, Я твои ноги, Господь, Голосом буду твоим, Чтобы царство твоё пришло, Да будет воля твоя, Да будет слава твоя, Да будет сила твоя, На земле людей. Я твои руки, Господь, Я твои ноги, Господь, Голосом буду твоим, Чтобы царство твоё пришло. Царство моё не от мира сего. Если бы от мира сего было царство моё, То служители мои подвязались бы за меня, Чтобы я не был приятным иудеем, Но на них царство моё не отсюда. Пилат сказал ему, Итак, ты царь? Иисус отвечал, Ты говоришь, что я царь. Я на то родился, И на то пришёл в мир, Чтобы свидетельствовать по истине. Всякий, кто от истины, Слушает гласа моего. Пилат сказал ему, Что есть истина. И сказал это, Опять вышел иудеем, И сказал ему, Я никакой вины не нахожу в нём. Есть же у вас обычаи, Чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского? Тогда опять закричали все, Говоря, Не его, Но вора. Вора уже был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса И велел убить его. И воины, Сбит шевене цистерна, Возложили ему на голову, И одели его в багреницу, И говорили, Радуйся, царь иудейский, И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, Вот я вывожу его к вам, Чтобы вы знали, Что я не нахожу в нём никакой вины. Тогда вышел Иисус Стряновым венце и в багренице, И сказал им Пилат, Все человек. Когда же увидели его Первосвященники и служители, То закричали, Распни, распни его. Пилат говорит им, Возьмите его вы и распните, Ибо я не нахожу в нём вины. Иудеи отвечали ему, Мы имеем закон, И по закону нашему он должен умереть, Потому что сделал себя Сыном Божиим. Пилат услышал это слово, Больше убоялся. И опять вошёл в приторию И сказал Иисусу, Откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, Что я имею власть распять тебя, И власть имею опустить тебя? Иисус отвечал, Ты не имел бы надо мной власти никакой, Если бы не было оно тебе свыше, Посему более греха на том, Кто предал меня тебе. Тогда была пятница перед Пасхой, И час шестый. И сказал Пилат иудеям, Все царь ваш. Но они закричали, Возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, Царя ли вашего распнул? Первосвященники отвечали, Нет у нас царя кроме Кесаря. Тогда наконец он предал его им на распятие, И взяли Иисуса Христа и повели. И когда повели его, То захватив некоего Симона Керемияна, Нашедшего с поля, Возложили на него крест, Что вынес за Иисуса. И шло за ним великое множество народа И женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, Дещери Иерусалимские, Не плачьте обо мне, Но плачьте о себе и о детях ваших. Вели с ним на смерть и двух злодеев. Ее-е-е-е. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Отый!» «Симон» «Отый!» 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 Живо спешно, с верой робкою сердца. Неживого среди мертвых, Иисус Христос воскрес. Бесе славы и хваленья, Пусть несется до небес. Крестник с неба, Светлопрылый, Мироносец обсказал. Успокойте, Дух унылый, Из родницы он восстал. Неживого среди мертвых, Иисус Христос воскрес. Бесе славы и хваленья, Пусть несется до небес. И от гроба убежала Стража грозная тогда. Силу свыше, Иисус Христос воскрес. Бесе славы и хваленья, Пусть несется до небес. Неживого среди мертвых, Иисус Христос воскрес. Бесе славы и хваленья, Пусть несется до небес. Христос воскрес, И Адим побежден, Христос воскрес. И мир им искуплен, Христос воскрес, И сила ада пала, Христос воскрес, И стерто смерти жало. Христос воскрес, И рай открыт для нас, Христос воскрес! И ангелы ликуют. Христос воскрес! И люди торжествуют. Христос воскрес! Христос во истину воскрес! Пойте, хвалу, воскресайте небеса! Слава Аллилуйя! Пойте, хвалу, воскресайте небеса! Слава Аллилуйя! Други под ними вместе мы, Иисус достоин всей хвалы. Смерть не устоит пред Царем небес, Знаете, земля, что Христос воскрес! Пусть отжествует весь народ, Скоро Иисус нам вновь придет, Радостью наполненный сердца Ждем Его всегда! Пойте, хвалу, воскресайте небеса! Слава Аллилуйя! Пойте, хвалу, воскресайте небеса! Слава Аллилуйя! Духи поднимем вместе мы, Иисус достоин всей хвалы. Смерть не устоит пред Царем Небес, Знает вся земля, что Христос воскрес. Пусть торжествует весь народ, Скоро Иисус нам вновь придет. Радостью наполнены сердца, Ждем Его всегда. Славьтесь, славьте Бога, Бога, Его имя выше всех. Славьтесь, славьте Бога, Бога, Его имя выше всех. Славьтесь, славьте Бога, 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 Его имя выше всех. И от Иисуса Христа, который есть и был и грядет, И от всеми Духов, находящихся перед престолом Его, И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, Первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, И заделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, Славьтесь, слава и держава во веки веков, аминь. Си грядет с облакали, и узрит Его всякое ого, И те, которые пронзили Его, и возритают перед Ним все племена земные, Ей, аминь. Я есть Альфа и Амига, Начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет вседержитель. Я есть Первый и Последний, И живый, и был мертв, и сержит во веки веков, аминь. И имею ключи ада и смерти. Я вижу Иисуса в славе и силе, И ярче, чем от солнца свет сияние Его. Я вижу Иисуса в славе и обреченный, Он вошел и рези Его на пол и легал. И Божий народ зывает святых, Творят ангелы святых, Все творение славит святый. Святый наш Господь! Святый наш Господь! О, путь превознесен, Адель святой! Слава и Сила, величие и честь! По-лубове ты тот, кто был, Есть и грядет! Я вижу Иисуса в славе и силе, И ярче, чем от солнца свет сияние Его. Я вижу Иисуса в славе и силе, И ярче, чем от солнца свет сияние Его. Он вошел и резио наполнили грамм, И Божий народ зывает святых, Творят ангелы святых, Все творение славит святый. Святый наш Господь! О, путь превознесен, Адель святой! Слава и Сила, величие и честь! Богу поверь, Ты тот, кто был, Есть и грядет! О, путь превознесен, Адель святой! Слава и Сила, величие и честь! Богу поверь, Ты тот, кто был, Есть и грядет! Аллилуйя! 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 Слава и сила величию. 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 у Антоновича. Размешал сегодня так утром. Ну, сколько там времени было у меня. И я так думал, люди на этой планете много чего смогли изменить. Где-то какие-то воры взорвали. Река Ангара такая. Они взяли и построили плотину, изменили ее течение. Люди углубились сегодня в землю, добывают нефть, уголь. Люди много чего на этой планете изменили. Вот только одного они не смогли изменить. Это один день в неделю, который называется воскресенье. И что бы они ни делали, как бы они ни хотели, но это изменить невозможно. Потому что Христос воскрес, и Он воистину воскрес. И сегодня как бы праздник, ну, так общепринятый праздник, и сегодня празднуют и православные, и там, ну, и все конфессии, и динаминации празднуют этот праздник. Но для нас это всегда праздник. Вот лично для меня, я просыпаюсь каждое утро, и я говорю, Господи, спасибо Тебе, что Ты воскрес, а я с Тобой вместе. Это радость, которая наполняет мое сердце. Поэтому для нас воскресение Христа это всегда праздник, это всегда победа. Я вам хочу сказать, что воскресение Христа, оно не только сделало радостными нас, тех, кто уверовал, но еще он многих опечалил сегодня. Вот этот праздник, он принес поражение в жизнь одной личности, которая когда-то вздумала стать выше Бога, Люцифер. Он получил поражение, он от этого очень злится, и он никак не может принять это поражение. Но оно так, потому что сам Бог сказал ему еще в Адренском саду, я положу вражду между тобой и между семенем, жены между семенем твоим, и ты будешь жалить в питу семя, а оно поразит тебя в голову. Так вот, воскресение Христа это поражение греху, это поражение злу, это поражение неудачам, это поражение всем силам тьмы, в которой раньше мы находились. И я хотел бы, ну, коротко вместе с вами зачитать священное писание, а потом вместе как бы поразмышлять над этим, да, то есть донести мысль. Мы открываем с вами, Библия есть у всех? Сегодня праздник. Сегодня праздник, да, и Дух Святой сошел на эту землю, и Он на наших сердцах написал заповеди и написал все уставы Бога живого, да, на наших сердцах. Ну, хорошо, ну, тогда вы мне верите, что я буду читать, а? А, Марика, а, Марика, а, ну, так все, правильно, все правильно. Двадцатая глава Евангелия Адриана. Давайте с девятнадцатого стиха прочитаем. Тот же первый день, в неделю вечером, когда двери дома, где собирались ученики, и ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и встал посреди и говорит им, ученикам, мир вам, сказал это, он показал им руки, ноги, ребра свои, и ученики обрадовались, увидевшие Господа. Иисус сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Вот представьте себе, такая вот картина. Иисуса арестовали, его истязали, потом в итоге был приговор распять. Иисуса распяли, ученики это знали, они это видели. И Петр, который пошел за Иисусом, он оказался в такой ситуации непростой. Это была ситуация, которая грозила ему смертью, когда ему сказали, и ты был с ним, мы помним, да ты был. Из опасения страх пришел, потому что он видел, как Иисуса били, как его истязали, он ничего не мог понять. Это тот, с которым он ходил, это тот, через которого Бог делал такие вещи. И воскресенье Лазера Петр видел, и ходил сам по воде, сказавши Господу, если это ты, скажи, я пойду по воде. То есть это был такой переломный момент в жизни Петра, когда он понял, что все, вот сейчас, если я скажу, что да, я один из них, меня точно так же будут бить и придадут к смерти. И он отрекся от Христа. Отрекся один раз, отрекся второй раз, а третий раз он побожился даже Богом и сказал, к нему с Богом я не знаю его. И вот, я думаю, что и все ученики, они переживали нечто, страх, сомнение, что делать, Иисуса нету. И они прятались вместе, все-таки вместе, как говорится, легче, если что отбиться, если что, как-то может ускользнуть. Но это страх был такой. Это мы люди, и у всех у нас присутствуют какие-то такие человеческие факторы. И вот они прятались, прятались от иудеев. Но перед этим, я хотел бы такое снижать внимание, перед этим Мария, она была у гроба, и увидевший отваленный камень, она прибежала и сказала ученикам, что все, камень отвален, непонятно, что произошло. И два ученика, Петр и Иоанн, они рванули к этому гробу. Ну, Иоанн прибежал быстрее, потому что был моложе и быстрее бегал, чем Петр. Ну, моложе был, проворней. Он быстрее прибежал, но зайти побоялся в эту гробницу. Когда Петр зашел, он обратил очень интересные вещи. Были пелены, лежали на этом камне, на котором лежал, должен был лежать погребенный. И он увидел плат с его головы, который был особо свитый. Вот этот плат особо свитый. И тогда, что это значило? Петр был, жил в Израиле, и он знал, что такое свитый плат с головы Иисуса. Иисус был плотником. Он не был политиком, депутатом, еще кем-то, как многие сегодня говорят, что мы должны как христиане идти. Он был плотником, работал собственными руками. Так вот, в Израиле раньше люди доверяли друг другу, и слова было достаточно для того, чтобы поверить и исполнить. Так вот, плотники всегда, когда заканчивали работу, они сворачивали плат особо и ложили это на законченной работе. Они могли не дождаться даже хозяина, кто мог уехать куда-то по делам. И эти плотники, они уходили, дальше работали. А когда хозяин приходил и видел особо свитый плат, он знал, что работа закончена, и за нее надо уплатить. И он клал деньги на то место, плотник потом приходил, брал свой платок. Деньги, которые никто не тронул бы в жизни никогда, потому что это Израиль, это были верующие люди. И Петр, недоумевая, увидел этот плат, недоумевал, Иисуса нету. В такой переломный момент, что делать? Они пришли, и вот в это время, когда они не знали, что делать, именно тогда появился Иисус и сказал, мир вам! И не увидели Господа, они обрадовались, потому что вот, то, что когда-то говорил Иисус, это сбылось. Это семя, которое предназначено было для спасения человечества, оно существовало в Иисусе Христе. Голгофская жертва, это принесло победу и освобождение от тьмы, от греха. И сегодня, друзья, могу сказать вам, если бы Иисус не воскрес, то я навряд ли бы стоял бы здесь и говорил сегодня, проповедовал Слово, потому что та жизнь, с которой я жил, я был мертвый, просто мертвый. Но Иисус именно пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти уже погибшее. Я говорю за себя, и я знаю, что многие в этой церкви, в этом зале, многие пережили, пережили духовную смерть и воскресенье. Мы все были мертвы, независимо, ну, независимо, кто где был. Потому что я вот, я рассказывал, мы вчера ехали в Синую с Антоновичем, я рассказывал, была встреча, ну, одна встреча, я сейчас не буду ее всю рассказывать, что просто одни братья привезли одного человека, который сидел, не один год провел в местах лишения свободы, привезли его в облипсентр. А мне просто так вот посчастливилось быть там в это время. И эти братья, они из верующих семей. Ну, родились в верующей семье. Так вот они, вот как дети, да, здесь. Вот так они и потом, и вся жизнь их, она как бы в церкви и так далее. И они, когда мы свидетельствовали, что Бог делает в местах лишения свободы, эти братья потом, получилось так, что они говорят, мы хотим покаяться. Я такой же не в доме, не думаю, ну, за что верующим людям покаяться. Он говорит, мы хотим покаяться, потому что плохо думали. Мы думали, что хорошего может быть в этих местах заключения, где собраны на маленьком клочке земли, там, где, допустим, какой-то гектар, а там две тысячи людей. Что может быть хорошего там, где собраны все пороки, грехи и зло этого мира? Что может быть там хорошего? Но оказывается, что значит свидетельство о воскресшем Господе? Когда мы говорим, Христос воскрес, и мы идем с этой радостной вестью, в места лишения свободы, в больницы, мы идем к детям, к бездомным, к старикам, которые потеряли уже все, всякую надежду, и мы говорим, Христос воскрес. Это очень важно для нас сегодня, потому что это свидетельство, оно приводит в действие духовный мир. И тогда благодать и Дух Святой начинают действовать по нашему свидетельству. И мы видим, как спасаются сегодня люди. В местах лишения свободы, бездомные, две детки, они все любят, и Господи. Это очень важно. Старики, больные, люди, потерявшие всякую надежду. Мы, как церковь сегодня, мы обязаны говорить это. Как церковь мы обязаны говорить это. Я еще хочу акцентировать внимание, вот здесь вот интересный такой есть отрывок жизни одного человека. Одного человека. Одного человека. Давайте посмотрим. Фома, Же, это 24 стих. Один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними, пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь не верующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший. Я хотел обратить внимание на Фому. Это парень, который ходил с Иисусом все время. И когда Иисусу иудеи угрожали убить его, он один из всех сказал, идем вместе с ним умрем. То есть этот человек, который был готов отдать свою жизнь за Иисуса, он готов. Это не просто были слова. Но пришел момент, когда Иисуса арестовали, его распяли, и Фома, он был не из робкого десятка. И он думает, что я буду сидеть вместе с братьями, что я там увижу, или что я там найду. И он пошел заниматься своими делами. То есть он где-то может быть и охлаждение пришло, какое-то может быть сомнение. Я не думаю, что он боялся иудеев. Если бы он боялся иудеев, он бы сидел вместе со всеми. А он был такой человек, ну, дерзноведый и смелый был. Но тем не менее подумал, что мне там делать. Но смотрите, какой интересный момент. Ученики нашли его, пришли и не начали свидетельствовать ему о Иисусе, который пришел. И через 8 дней Фома оказался, он уже не думал так. Он пришел и он ожидал. И его ожидание закончилось чем? И с поведанием. И еще каким? Кто когда-либо Иисуса называл Господь мой и Бог мой? И вы знаете, что Фома после этой встречи, после воскресения Христа, еще в Индии до сих пор есть церкви, основанные Фомой. Их называют Фомины. Христиане Фомины. Представляете, сколько тысяч лет прошло, а этот человек, он действительно пошел и проповедовал воскресение Христа. И до сих пор его следы, его веры остались виднее. Это очень серьезно. Я хочу сказать, что в этом мире сегодня много, как правильно сказать, Фомы, да? Много очень Гриши, Пети, Коли, Наташи, Глаши. Сегодня те, которые, может быть, в своей жизни разуверились, может быть, в своей жизни уже и не думают ни о чем. Как бы прожить, как бы сегодня протянуть этот день, нам бы день продержаться, до ночи просто стоять. Сегодня почему? Потому что люди устали сегодня от разных политических изменений, разных кризисов. Люди устали сегодня, и они не могут найти сегодня утешения. Ни в чем сегодня. Кто-то в водке находит утешение, кто-то в наркотиках находит утешение. Но это не утешение совсем. Это, наоборот, усугубление жизни и развал семьи. Сколько сегодня разводов, сколько сегодня разных вещей происходит. Но когда, Иисус говорит, когда на церкви лежит прямая обязанность говорить о воскресении Христа. И не только сегодня, один раз в год. А говорить это постоянно. Нести эту радостную весть в народы. И говорить, чтобы такие фомы приходили в церковь, чтобы здесь Дух Святой касался их, приводя их к покаянию. Чтобы они открывали сердца для Иисуса и воскресались с Ним во имя Иисуса Христа. Вот это очень важно, чтобы мы сегодня поняли, какая ответственность и какая миссия сегодня лежит на нас. Не просто у верующих, а он говорит, блаженный у верующих. И как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Так говорит глава церкви. Это не мое слово Иния Антоновича. Это даже не нашего уважаемого Виталика, то есть учителя, богословия. Это не его слово. Это слово, которое дал нам Господь. И мы должны хранить его и исполнять его. Тогда мы будем блаженны. Когда будем видеть воскресший. Когда мы будем видеть плоды во имя Иисуса Христа. Вся слава добудет Господу. На этом я заканчиваю такое короткое послание для церкви. Кто услышал, тот услышал. Аллилуйя. Христос воскрес. Во имя Иисуса Христа. Христос воскрес. Во имя Иисуса Христа. Всем вам благословений. И пусть благодать умножится в этой церкви. Во имя Иисуса Христа. Гробница пуста. И слава Господу за это. За то, что гробница пуста. И у нас есть ходатай. И весь мир празднует воскресение Христово. И это большой праздник. Но вы знаете, я хочу прочитать местописание. Здесь написано в Евангелии от Луки. В 24 главе с 10 стиха здесь написано. То, когда приходили в гробу к Христову. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария Мать Якова. И другие с ними, которые сказали о всем апостолам. А они сказали, что гробница пуста. Что там никого не было. И здесь дальше написано о том, что и показались им слова их пустыми. И не поверили им. Но Петр встал, побежав ко гробу. И наклонившись, увидел только пелены лежащие. И пошел назад, девясь в сам себе происходящее. И вы знаете, слава Богу, за то, что мы не пилимся. Потому что большая часть мира до сих пор находится в этом положении. Когда вот эти слова, при всем при том, что Он воскрес. Они для них пустые. По той простой причине, что мало того, что нет там никого. Мало того, что та гробница пуста. Это просто факт. Но важно то, чтобы Христос воскрес в жизни каждого из нас. Просто факт Его воскресения еще ничего никому не принес. Да, Он воскрес. Но Он должен воскреснуть в жизни каждого из нас. Это есть великая благодать для того, что Он приходит в нашу жизнь. И Он воскресает в нашей жизни. Лично каждого. И Он не просто воскресает. Написано, что Он воскресает. Воскресил и нас к новой жизни. Это нечто очень большое. Это великая благодать, великое приобретение, что и мы воскресли к жизни новой. Но порой вы понимаете, что для того, чтобы воскреснуть, Библия говорит сначала, надо умереть. Без смерти не бывает воскресения. И человек мира сего, он должен умереть для того, чтобы воскреснуть. Я просто задавался вопросом, говорю, Господи, слава Господу за то, что вот я воскрес в новой жизни. Боже, а что ты хочешь, Христос? А вы знаете, Евангелие от Иоанна в 15 главе написано так. Господь сказал, что я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградная. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. А всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносить плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Пребудьте во мне, и я в вас. Как и ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне. Я есть им лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. И вы знаете, мы воскресли, и Он воскрес в нашей жизни, но только с какой-то целью. Не просто, чтобы воскресли и все. Библия говорит, что если мы в нем, а мы в нем, то мы должны приносить плод. Потому что в этой жизни верующий человек должен приносить плод. Для того, чтобы люди видели в нас воскресшего Иисуса Христа. Почему? Потому что у нас должен быть свет, который Бог заложил в нас. Чтобы мы приносили плод. Кому плод? Сибири плод или людям плод? Что нам надо в этой жизни? А Библия говорит, что мы должны приносить плод, служа другим, не себе. Мы умираем для себя. Иисус Христос в свое время пришел на эту землю, Он не служил себе. Он исполнял волю Отца, но и не для себя, а ради нас. Он пришел послужить каждому, находящемуся здесь, на этом месте. И мы должны быть благодарны Ему, иметь благодарное сердце и хотеть приносить плод. Вы знаете, порой это трудно, порой это больно, порой это тяжело, порой приходится проходить такие трудности, такие испытания, боль, для того, чтобы было написано, чтобы Он нас очищает. И порой очищает так, как мы-то его даже не понимаем. Но человек идет в этой жизни с Иисусом Христом. И Божья милость, она является для каждого из нас. И я очень хочу приносить плод. Но я не могу приносить плод, если я не буду с Богом, если Он не будет во мне действовать, если во мне не будет этого света, если я не буду давать Ему места. А порой наша плоть, наше я нам очень мешает. Очень мешает наше мнение, наше суждение. А когда-то в свое время апостол Павел, когда встретился с Богом, и Бог в его жизни воскрес, он нечто сказал. Он сказал, что повелишь мне делать. Он не говорил там, я еще то хочу, я еще то хочу. Он сказал, что повелишь мне делать. И знаете, сегодня каждый из нас должен задаваться вопросом. Господи, а что Ты повелишь мне делать в этой новой воскресшей жизни? Потому что я читаю в Писании, и здесь написано, что Ты мой виноградарь, и я хочу приносить плод. Как бы трудно и тяжело бы это ни было. Но призваны к тому, чтобы приносить плод в жизнь других людей. И я благодарен Богу за то, что Бог благословил меня трудиться в тюремном служении и приносить плод. Тот малый, вот наш пастырь, и тот малый плод, который можно принести к людям, когда нечто негодное, а ну все были негодные. Когда нечто негодное вдруг наполняется славой Божьей. И вроде бы человек тот же самый, по внешности, но внутри совершенно другое содержание. И ты смотришь, что люди обновляются, люди воскресают в новой жизни, идут за Христом, и они совершенно другие. И они тоже желают приносить плод. Я благодарен Богу. Я хотел бы, чтобы и у каждого из нас в жизни был постоянный плод. Чтобы люди видели в нас Иисуса Христа. Видели Его воскресение в нашей жизни. И видели бы и нас, воскресших к новой жизни. Аминь. Тем самым прославится Отец, когда вы принесете в новую плоду. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»